Восемь вечера в Украине. Время рассказать о событиях среды. 10 августа в подробностях в студии. Алексей Фадеев, здравствуйте. С таким счастьем и на свободе. Одиозный судья Чаос, погоревший на крупной взятке, ушел в отпуск. Где ищут нардепа? Документы по делу Александра Онищенко переданы в украинское бюро Интерпола. НАБУ в минусе? Во что обошлось казне содержание антикоррупционного бюро и что получила Украина взамен? Итак, погорел на консервации и ушел в отпуск. Набирает обороты скандал вокруг одиозного судья Днепровского райсуда столицы Николая Чаоса. Еще вчера к нему на дачу с обысками нагрянули детективы Национального антикоррупционного бюро. А уже сегодня никто не знает, где сам Чаос. А ведь за преступление, в котором подозревают судью, ему грозит срок и немалый от 8 до 12 лет лишения свободы. Елена Механик продолжит. Два обыска и две банки денег. В первой 70 тысяч долларов, во второй 80. Такую дорогую консервацию детективы Набу обнаружили неподалеку от дачи судьи Днепровского райсуда Чаоса. Одну из банок он даже успел припрятать подальше от чужих глаз. Судья Чаос на слуху уже давно. Сначала после того, как остался приманцей, вынося приговоры майдановцам. Его знают по процессу над лидером укропа Корбаном. Тогда Чаоса забросали бутылками. Теперь ему тоже перепало. Выяснилось, кругленькая сумма, упрятанная в банке 150 тысяч долларов, предназначалась для решения одного щепетильного вопроса, который другими способами никак не решался. Детективы деньги у судьи изъяли, а самого под стражу не взяли. По закону у человека в манте иммунитет, а значит и суда на него нет. Лишит вершителя правосудия неприкосновенности под силу нардепам, но они сейчас на каникулах. Но подозрения в неправомерной выгоде в особо крупных размерах Чаосу все-таки подготовили и даже пообещали предъявить завтра. Вот только сам Чаос сказал Чао и не вышел на работу. Ушел в отпуск до сентября. Судя надислав через помощника заяву про надание ему возможности отбудить в отпуск. Я приняла решение, что задовольна данную заяву и отпустить его в отпуск. И где теперь судья Чаос, никто не знает. С утра еще вроде бы был дома. Сейчас он может переселиться свободно, как местом Киевом, так и Украиной. Он может быть где угодно. Не может его никто затримать при попытке перетинга кордона. Где бы сейчас ни было дело с Чаос, антикоррупционная прокуратура отступать не собирается и будет требовать в суде залог 3 миллиона 700 тысяч гривен. Именно столько в пересчете с долларов на гривни и было в банках. Елена Механик, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, для расследования дела и применения к подозреваемому меры пресечения добро от Верховной Рады не нужно. И напомнила, внеочередная сессия созывается спикером по требованию не менее трети депутатов или по настоянию президента. Ну а пока в адрес парламента подобных предложений не поступало. Нардеп Александр Анищенко объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сегодня днем документы по делу передали в украинское бюро Интерпола. Анищенко будет выставлена так называемая красная карточка, что позволит Интерполу разыскивать нардепа за границей. Напомню, нардепа обвиняют в присвоении средств государственной компании «Укргаздобыча» и нанесении государству ущерба на сумму более полутора миллиардов долларов. Сам Анищенко сейчас находится в Лондоне. Он покинул Украину в июне. Будем клопотать, чтобы как-то быстрее взглянули вказанное вопрос, выставили червоную карточку и в дальнейшем обратиться к наших иноземных партнеров про можливое затримание Александра Романовича. В любой стране, на которой расширяется юрисдикция Интерпола, он будет невозможно затриман. И уже после его затримания начнутся процедура экстрадиции. Что касается возможного объявления в розыск. Прежде всего, надо сказать, что человек объявляется в розыск тогда, когда его местонахождение неизвестно. Вот это единственное основание, которое в УПК прописано, для того, чтобы объявлять человека в розыск. На сегодняшний день его местонахождение общеизвестно. Поэтому я считаю, что есть все основания проводить с ним следственные действия. Поэтому объявление его в розыск вряд ли тоже будет правомерным с точки зрения норм уголовно-процессуального закона. Экстрадирует ли Анищенко? Все зависит от антикоррупционеров. Так сегодня на брифинге ответил генеральный прокурор. По словам Юрия Луценко, шансы экстрадиции из Великобритании высоки. Украинские детективы предоставили достаточно веские доказательства в лондонский суд. А вот по делу бывшего первого замглавы государственной налоговой службы Андрея Головача, Луценко сообщил новые подробности. Напомним, вчера суд арестовал Головача на два месяца с возможностью выйти под залог в 200 миллионов гривен. По словам Луценко, вертолетная площадка экс-президента Януковича на Днепровских склоне в Киеве была построена именно за счет незаконного возмещения НДС фиктивным предприятием, чем и занимался Головач. По этому делу проходят еще и подчиненные Головача. Общая сумма убытков 3 миллиарда гривен. К слову, ни денег, ни дорогих ювелирных изделий в доме бывшего налоговика во время обысков не нашли. Зато обнаружили металлический бюст Януковича. При обшуку громадянина Головача, генерал-полковника, великого керевника великой структуры, дома не было найдено жодної копейки грошей, ну крім кишеньковых, жодных ценностей. Лише бюст Віктора Федоровича сиротливо прикрашав его помешкання. Ніхто не збирається прощати навіть так званим мілким виконавцям. І Головач, і інші діячі, які ще в нас попереду, а їх буде декілька десятків, будуть відповідати і тюремним термінам, і повною конфіскацією мене. Зараз в апелляційному суді проходит слухання по делу Александра Ефремова. Какі останні новини, знає Анна Каменева. Она на зв'язі со студією. Анна, добрий вечір. Що відбувається в суді зараз? Добрий вечір. Ілстей, начну з того, що ще перед началом суда, под зданием собрался небольшой митинг. Активисты требували не выпускати із-под стражи бывшого нардепа Александра Ефремова. Они спели пісню іллюстрації і вместе з журналистами поднялись в зал. Але саме засідання почалося з небольшим опозданням. Адвокати зразу ж приступили к оглашению своїх ходатай. Спросили приобщити к матеріалам дела некоторые документи, наприклад, о закріцій предыдущого уголовного дела против Ефремова за розжигання межнаціональної вражди. Рассмотреть і приобщити також к матеріалам настоящого уголовного дела постановління о закріте кримінального провадження. За відсутністю складного провадження, як я розслідувався, це була стаття 161 Кримінального кодексу України. Вона, в жодном чині, не пов'язана з тим злочином і з тими діями, які інкримуються зараз, Ефремову кодексу Сергеевичу. Тому ми запрещуємо. Суд вітогі приобщив ці документи к матеріалам дела і приступив до суті. Вопрос, а почав розсматривати саму апелляцію. Адвокати выступали по полчаса кожній. Подозрення і задержання Ефремова називали незаконними. Прокурори все отрицають. Говорят, мол, дело в їх юрисдикції, да і доводів вистачає. Об цьому сьогодні також говорив і генпрокурор Юрий Луценко на своїй пресс-конференції. Он пообіщав, що к концу року дело Ефремова попадет в суд і що будуть ще задержання. Згідно доказів, ця людина відкрила двери до війни в нашу країну. Я в цьому переконаний. Це докази, які надали слідству різні люди. Саме на цих доказах гарантується наша підозрення. У нас є підстави просити до нього арешт. Я б не був на його місці столь категоричен, тому що я ніколи не робив нічого для того, щоб то, що відбувалося в нашій країні, відбувалося. Более того, я навсегда відбував позицію, що ми повинні за столом переговорів рішити все проблеми. На данный момент судьи ушли в совещательну кімнату, принимать решення, оставити ли Ефремова під арестом, чи все ж освободити, як просять адвокати. Пока що вердикта немає. Студія. Анна, большое спасибо. Це наша журналиста Анна Каменева із підздання апелляційного суда города Києва, де сейчас продолжається слушання по делу Александра Ефремова. Уголовне дело по статье «Государственная змена» открыто в отношении бывшего нардепа от Батьківщини і партии регіонів Александра Шепелева. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Кроме организации заказного убийства, бывший депутат от БЮТ і регіонов Шепелев работав на ФСБ России. Военный прокурор опубликовал копию заявленья Шепелева о його согласії служити в ФСБ. Антикоррупціонеры отчитались перед налогоплательщиками за полгода работы, утверждают детективы НАБУ. Зарегистрировало более 120 преступлений, в результате которых государство понесло убытки на сумму свыше 23 млрд грн. В целом за отчетный период следователи бюро конфисковали более 2,5 млрд грн, а еще 35 транспортных средств, в том числе 2 самолета, 37 квартир, 13 домов и 54 единицы золота и ювелирных изделий. В том же отчете указано, работа самого НАБУ за полгода обошлась казне в 490 млн грн, и при этом из полученных коррупционерами преступным путем средств, находящихся за рубежом, в Украину возвращено 0 грн. Таковы данные отчеты ведомства. Ну а тем временем бюджетные средства пытаются экономить на студентах. Минфин предлагает отменить выплаты почти всем учащимся вузов и направил рекомендации распорядителям госказны. Какие предложения финансового ведомства и что о них думают в Минобразовании, разбирались наши корреспонденты. 825 грн. Именно столько сейчас получают студенты-бюджетники. Но в Минфине предлагают лишить часть учащихся и этих выплат. Рекомендации от ведомства уже направили и распорядителям бюджетных средств, и в Министерство образования. В профсоюзе работников отрасли такими планами Минфина возмущены. Иде грубое порушение Конституции Украины. Мы на сегодняшний день категорично выступаем против антисоциальных кроков державы в биг освіти. Студенты проходят складные выплаты. Они складывают ЗНО только для того, чтобы вступить на государственную форму навчания и получать этих 825 грн. В самом Министерстве финансов объясняют, это пока рекомендации. Предлагают создать два вида стипендий. Социальную, для тех, кто действительно нуждается, и академическую. Ее получать будут только самые талантливые дети. Также оставить выплаты аспирантам и докторантам. Но в любом случае решать все будут сообща. У нас есть, скажем так, рекомендации с точки зрения оптимизации процессов, которые идут. Министерство должно приоритетовать. Если для них нынешняя стипендийная политика, сохранение ее приоритет, окей. Но тогда вы можете за счет других ресурсов распределить внутри Министерства. Министерства образования уверяют, будут отстаивать закон. В любом случае в этом году все выплаты сохранятся. А если и дальше будет идти речь об отмене стипендий, то последнее слово за парламентом. Ведь для этого необходимо не только утвердить бюджет, но и поменять закон. Мы сегодня отправили свои пропозиции, которые отвечают закону Украины про высшую освіту. Край Божий, может статись, что мы можем дать не 70% стипендий, а 30% стипендий. Нет выхода? Нет. Хорошо, сначала Верховную Раду изменили закону про высшую освіту, а потом принимаем это решение. До чего бы ни договорились министерства, а отмена стипендий бакалаврам и магистрам в любом случае навредит всей стране, уверяют эксперты. Дети просто начнут искать варианты получше. Студенты еще больше будут эмигрувать на учение, например, в ту же самую Польшу. Если в Украине все равно бюджета нет, то это приведет к дальнейшему вымыванию местных. Поступно это, естественно, приводит к повышению уровня освіти населения. В профсоюзе работников образования и науки заявили, что если таки экономить решат за счет студентов, в стране начнутся митинги. Ведь для одних 800 гривен это ежедневные расходы на ресторан, другие же живут на эти деньги целый месяц. Ольга Теребинская, Даниил Снисар, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Далее новости из зоны АТО. Боевики в районе Горловки Зайцева провели очередную ротацию. Стрелковые бои сменились артобстрелами. Противник подтянул тяжелую технику. Как держат оборону украинские военные, расскажет Ирина Баглай. В Асталбаде ДНР флаг стоит. Чуть левее на Бугру голубой флаг десанта. Практически это меняется каждые две недели. Почти полгода пехотный батальон украинской армии бессменно держит оборону под оккупированной частью Зайцева. А вот боевики менялись за это время шесть раз. Были местные и наемники не выдерживали. Сегодня утром над их позициями снова появился флаг российского десанта. Ожидаем посмотреть, насколько у них хватит мужности отрабатывать свои деньги. Да и этих выпроводим. Народ, который пришел с идеей в душе, на данном этапе не победим. Этой ночью армейцам не довелось отдыхать. В полночь их накрыли минометным огнем, утром стрелковым. Трассирамы прицельно сначала пробиваются, а потом уже бьют бронебойными. Вот такими очередями трассиру боевики и выжгли все поля в округе. Огонь чуть было не перекинулся на дома мирных жителей. Бойцам пришлось тушить его под пулями. Треба тушить. Правда, отправляются. Приходится тушить, да, потому что огонь бывает подходит в нашу сторону. Что первое в руки попадается, там таким практически и тушим. Не только от трассиров, от мин 120-к, васильки. При разрыве снаряда, когда сухая местность, трава или кусты, оно вспыхает, как спичка буквально. С ротацией тактика боевиков изменилась. Со стрелкового оружия перешли на артиллерию, бьют вглубь по населенным пунктам. Действует, будем говорить так, подпольный и даже не по-офицерски. Передается полное припыльнение в огне. За это время в течение 30-40 минут подтягиваются минометы. И, соответственно, позиции ВСУ начинают отрабатывать с минометами. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Сегодня на сайте российского ФСБ появилось официальное заявление. На четвертый день блокирования административных границ с Крымом спецслужбы России сообщили, мол, это была операция по предотвращению терактов на полуострове. Все подробности узнаем у Юлии Крючковой. Она на связи со студией. Юлия, добрый вечер. Так были ли теракты? Добрый вечер, Алексей. Официальное заявление о том, что украинская разведка готовила в Крыму серию терактов, появилось сегодня на сайте ФСБ. Там говорится, что под угрозой были важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным ФСБ, в ночь с 6 на 7 августа на полуостров в районе Армянска вошла группа диверсантов. Когда сотрудники Федеральной службы безопасности, пограничники, пытались их задержать, началась перестрелка. На месте потом нашли самодельную взрывчатку мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и оружие, которая состоит на вооружении спецподразделений вооруженных сил Украины. Еще две попытки попасть в Крым, говорят в ФСБ, диверсанты якобы предприняли в ночь на 8 августа, но неудачно. Сейчас рапортует. Разведгруппа задержана. Известно, что в нее входили граждане Украины и России. Они дают показания. И еще, называют цель терактов, это сорвать российские выборы в Крыму. Украинские силовики уже отреагировали на эти обвинения. В Генеральном штабе ВСУ назвали их провокацией, а в СБУ и Министерстве обороны информацию опровергли. На официальном сайте военного ведомства говорится, цитирую, «Таким образом представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание людей в Крыму и мирового сообщества от превращения полуострова в изолированную военную базу». Не менее категорично высказался по этому поводу и секретарь СНБО. Александр Турчинов считает, что заявление ФСБ, цитирую, «не имеет под собой никаких оснований». По словам Турчинова, это еще один элемент гибридной войны. Также вице-спикер Ирина Гераченко считает, что появление такого заявления ФСБ свидетельствует о нагнетании ситуации со стороны России накануне годовщины независимости Украины. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. И сегодня же вечером ФСБ обнародовало видео спецоперации, которую они провели в Крыму. Студия. Юлия, большое спасибо. Это Юлия Крючкова, наша корреспондент. Ну а видео, обнародованные ФСБ, мы покажем уже в следующих, то есть завтрашних выпусках. Ну а ближе к вечеру появилась реакция президента России. После встречи в Москве с президентом Армении Владимир Путин заявил, что после сообщения о предотвращении терактов в Крыму встречаться в нормандском формате на полях саммита G20 бессмысленно. Отреагировали в администрации украинского президента спикер администрации по вопросам АТО Александр Матузяник в интервью «Зеркало недели» опроверг обвинения ФСБ в планировании Украины терактов на захваченных территориях и добавил, украинских диверсионных групп в Крыму нет, а все обвинения назвал абсолютной чушью. Поддельным обвинением назвали заявление ФСБ в литовском МИДе. Именно так охарактеризовал распространенную информацию министр иностранных дел Литвы Лина Слинкявичу в своем твиттере. Масштабная антитеррористическая операция в Германии. В каких городах провели рейды и кого задержали? А также новый план немецкого правительства по борьбе с терроризмом будет представлен завтра, но некоторые пункты уже стали достоянием СМИ. Обо всем по порядку Татьяна Лагунова. Пять городов, земля в Северной Рейн-Вестфалии, Нижняя Саксония, обыски в жилых домах, приютах для беженцев, туристических бюро и кафе. В антитеррористической операции принимали участие более 200 полицейских. Цель облавы потенциальные сторонники ИГИЛ. О деталях и результатах операции правоохранительные органы особо не распространяются. Комментарии скупые, мол, обыскали проповедников, которых подозревают в вербовке боевиков ИГИЛ. Кто они, что нашли у подозреваемых и планируется ли задержание, не сообщается. Силовики только намекают, подобные облавы теперь будут проводить часто. Федеральное и земельные правительства будут действовать жестко на упреждение, чтобы защитить население от террористической угрозы. Один из возможных терактов уже удалось предотвратить. Накануне полиция задержала беженца из Сирии, которого подозревают в связях с боевиками ИГИЛ. По данным спецслужб, мужчина мог готовить теракт на одном из немецких стадионов и планировал провести его во время матчей Бундеслиги. Сейчас силовики выясняют, были ли у него сообщники. Борьба с терроризмом главная тема и в повестке дня немецких политиков завтра министр внутренних дел представит свой план по обеспечению безопасности. Некоторые детали уже просочились в прессу среди предложений. Немедленная депортация иностранцев, которые совершили правонарушения или потенциально угрожают безопасности в стране. А также отмена врачебной тайны, чтобы медики могли сообщить в полицию, если пациенты намекнут о планирующейся атаке. Татьяна Угнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Снова в Украину. Экс-кандидат в депутаты Черновицкого горсовета Ростислав Билок, который находится в розыске по подозрению в попытке фальсифицировать выборы осенью прошлого года, разгуливает по черновцам. Во всяком случае, так утверждает представитель опоры Ольга Айвазовская. По ее информации, Билок без проблем приехал в Украину и с 8 августа находился в городе, где праздновал с однопартийцами день рождения. При этом официально бывший кандидат не найден. Во время выборов местные советы на одном из участков наблюдатели от опоры фиксировали нарушения во время голосования. В частности, студенты, которые живут в общежитиях, фотографировали бюллетени, чтобы потом предъявить фото и получить обещанное вознаграждение. Трое студентов были по этому делу осуждены, а вот сам Билок по городу может разгуливать совершенно спокойно. Полиция не может его задержать. На сегодняшний день, в связи с тем, что криминальные проважения находятся в Киеве, нам не поступило от руководства главного следственного управления в Киеве или от прокуратуры Киевской, в Киеве, не поступило поведение о дальнейших действиях. То есть мы ждем дальнейших доручений, подальше наши действия. Громкий скандал прямо в день открытия сезона охоты в Днепре. Водный патруль полиции неосторожно нарвался на ВИП охотников. Представителей силовых структур встретили на острове в компании нарушителей. Что из этого вышло, смотрите далее. Это видео с регистратора водного патруля. 6 августа, открытие сезона охоты. Люди в лодке с заряженными ружьями наперевес. Это строжайше запрещено законом. Есть риск подстрелить отдыхающих. Когда патруль требует остановиться, охотники стремительно скрываются. На основании нарушения 657 наказа. Я только же сказал, заглуши и двигайте. Стой! И лодку, и тех, кто в ней был, обнаружили на одном из островов. Патрульные рассказывают, они спешно прятали заряженные ружья. Полицейским эта большая компания была совсем не рада. Как раз отмечали начало сезона охоты. Кто эти люди за столом, патрульные выяснили быстро. Представники силовых структур погрозы надходили от «Я тебя найду» до «Чекайте переаттестацию, ты уже не працюешь». Патрульные вызвали следственно-оперативную группу новомосковской полиции. Но говорят, устанавливать личности охотников и занести в протокол следователи отказались. Потом приехали и сказали, что мы не можем делать протокол огляду в ночный час. У нас есть достаточно предоставов вважать, что в такую указку самая следственная оперативная группа давала их руководство. Мы рапорта хлопцев направляем у всех представителей, у всех видов силовых структур, в СБУ, в прокуратуру, в ГУНП. Хай впізнают своих друзей, своих подлегных и принимают соответствующие решения. Почти все люди на видео личности известны. Например, человек, очень похожий на главного рыбинспектора Управления охраны биоресурсов. Мы связались с ним по телефону. Когда я был на открытии отвода, у меня никаких моментов с полицией не было, то есть никаких казусов. У меня всё законно. А вот этот мужчина очень похож на одного из руководителей водной полиции. Это не я. Не, я там был. Я не отказываюсь. Я был свидетелем, невольным свидетелем конфликта, при этом не осознавая, что это конфликт. Почему же следственная группа, как утверждают патрульные, отказалась устанавливать личности фигурантов на видео? С этим вопросом мы пришли в Главное управление полиции. Под доверяем и дежурим почти два часа. Комментарий получили очень сухой. Будет проводиться служебное расследование, и результаты его будут оприлюдными. Когда обнародуют результаты, и обнародуют ли вообще вопрос? Инцидент совпал с переаттестацией полицейских в области. До её окончания времени совсем немного. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Ночная погоня со стрельбой. В Черновцах патрульные полицейские полночи ловили пьяного мажора. Чем всё закончилось, расскажет Ольга Паломарюк. Центр Черновцов, 4 утра. Патрульные полицейские идут к иномарке, припаркованной на пешеходном переходе. Водитель, заметив правоохранителей, жмёт на газ. Экипаж патрульной полиции начал переследовать данный транспортный засип, но результата как такого не было, потому что швидкость уже сягала майже 200 километров по месту. Погоня длилась минут 30. Иномарка выехала из города и помчалась по трассе. Чтобы остановить беглеца, подключили пять экипажей полиции. Автомобиль заблокировали, но водитель не сдавался. Протаранил две патрульные Тойоты. Тогда полиция начала стрелять по колёсам иномарки. Водителя пассажиров силой вытащили из автомобиля. На улицу выбежали напуганные соседи. Люди рассказывают, водитель вёл себя агрессивно. От него родилось спиртным. Кроме алкоголя в крови водителя обнаружили ещё и наркотические вещества, говорят, в полиции. Сейчас его и двух пассажиров иномарки допрашивают. Известно, что им всего около 20 лет, а лендровер с иностранной регистрацией. Полицейского, который стрелял по колёсам, временно отстранили от работы. С ним работают психологи. В самой полиции действия подчинённого считают законными. Поддерживают правоохранители и местные жители. Мол, делал всё правильно. Ведь неизвестно, чем могли закончиться ночные поездки мажора. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Вы смотрите подробности и далее в выпуске. Крупное хищение государственных денег в Кропивницком. Насколько обокрали казну сотрудники Укрпочты? По-богатому. За что заплатили 50 миллионов долларов американские налогоплательщики? Но прежде только что стал известен вердикт апелляционного суда, где рассматривалось дело Александра Ефремова. Ходатайство адвокатов отклонили и решили оставить Ефремова под стражей до 28 сентября. Продолжаем выпуск. Сегодня ночью в Киевской области подожгли дом адвоката Сергея Казаченко. Напомню, сейчас он ведёт два резонансных дела. Защищает в суде так называемого бриллиантового прокурора Шапакина и бывшего первого зама руководителя главного следственного управления Ивана Даниленко. Все детали выясняли наши журналисты. Соседи адвоката предполагают, скорее всего, злоумышленники усыпили собаку, спилили решётки на окнах и забросили туда горящие шины. Зразу занялось и спальня, палало. Ну, нанаружи не вышло того, что в его панели перекритись. То все. Чтобы оно вышло нанаружи, так оно уже все спалахнуло. А тогда в веранді розбило, туда вкинуло шину. В окна вкинуло шину. Сам адвокат уверяет, денег никому не должен и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Прежде всего, с делом бриллиантовых прокуроров. Рассказывает, это уже пятое покушение. Первое было в прошлом году. В его дом бросили гранату. Потом обчистили квартиру, расстреляли автомобили его и жены. Говорит, неоднократно обращался в СБУ. Ответа не получил. Написал заявление и на работников службы безопасности. По его словам, Голосейский суд постановил, что они должны охранять не только его, но и имущество. Но дом Казаченко оставался без охраны. Вчера были службы безопасности. Украина написала заявление о том, что я подозреваю в совершении этих преступлений в организации этих заказов, в том числе и ответственных работников правоохранительной системы. Они говорят, заявление рассматривается месяц. А вот в полиции Киевской области открыли уголовное дело. По факту поджога. Это главная версия. Мы пытались взять комментарии у сотрудников СБУ, но ответа не получили. А Казаченко говорит, что уже подал заявление в Генпрокуратуру. Екатерина Доброгорская, Олег Решетняк, Олег Невядомский, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Демонтаж на частной территории в одном из спальных районов Киева коммунальщики начали сносить недострой. Но собственник земельного участка заявляет, с ним работы не согласовали, а на частную территорию проникли незаконно. В аргументах сторон разбирался Ярослав Кричко. Эта металлическая конструкция должна была стать кафе-магазином. Вот уже несколько лет проект заморожен. Собственник надеялся возобновить работы осенью, но 19 июля, говорит, его недострой начали демонтировать. Зломали забор, значит, тут были складованы, вот тут, а на моей приватной территории, стройматериалы, арматура, блок, они это все вкрали. Значит, что подтверждено документами в основном фонде на 840 тысяч. Полицию Анатолий вызывает не впервые. Заявляет о проникновении на его территорию, показывает документы, но всегда слышит одно и то же. Вот сканированные оригинальные документы, значит, вводные ипедовые. Я могу быть в этом следственном оперативную группу, пускай не приезжают, просматривают все документы. У меня сканированные. Пока оперативники в дороге, собственник участка пытается остановить демонтаж самостоятельно. Но выше второго этажа его не пускают люди в черном. Это охрана наших працануков. На основе договора, все законно. Сергей представляется инспектором коммунального предприятия «Благоустрей». Показывает поручение профильного департамента городадминистрации на демонтаж объекта. Территория может быть частная, может его земельная отделка, далее. А на конструкции документы есть? Нема. И соответственных документаций, дозвольных, також нет. Поэтому проводится демонтаж. Не имеют права без решения сюда заходить на мою приватную территорию. Дозволив, я им не давал. Решения сюда в них нет. У нас есть технический паспорт. На громадский дом, кафе, магазин, литр А. Это документ, который подтверждает законность этого здания, которое тут побудовано. Тем временем прибывает следственно-оперативная группа. Работы приостанавливают. Вы можете прекратить работу демонтажа? Сейчас мы узнаем все. Они записывают показания, изучают документы, а спустя час уезжают. Анатолий рассказывает, уже обращался непосредственно в столичную прокуратуру и полицию. Но безрезультатно. Говорит, это прецедент, когда решение мэрии о демонтаже постройки распространяется на частную собственность. Мы обратились за комментариями в столичную городминистрацию и полицию. Ответов на запросы не получили. А вот в прокуратуре Киева ближе к вечеру сообщили, полиция Святошинского района сегодня открыла уголовное производство по статье «Самоуправство». И напомним, редакция подробностей ждет разъяснений от столичной мэрии. Мы убеждены, они необходимы, чтобы понять, не превысили ли коммунальные службы полномочия. И самое главное, чтобы подобные случаи не стали практикой. Продолжаем выпуск. Сотрудники Укрпочты из Крепивницкого украли 22 миллиона гривен. Это только за последние два месяца. О раскрытии схемы сообщили в СБУ и прокуратуре Кировоградской области. Директор столичной фирмы вместе с чиновниками областного филиала Укрпочты зарегистрировал около полусотни фиктивных предпринимателей. На их банковские счета ежедневно перечисляли до 100 тысяч гривен. Это была якобы оплата IT-услуг. Аферу правоохранители раскрыли, изучая документы, изъятые в июне, когда замначальника Укрпочты Крепивницкого задержали на взятки в 50 тысяч гривен. Среди бумаг и нашли черную бухгалтерию по этой многомиллионной сделке. В скором времени подозреваемым объявят о подозрении. Им грозит до 8 лет тюрьмы. О том, что Украина переходит на западную модель экстренной медпомощи, в одном из интервью рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения. Правда, на нашу просьбу уточнить детали сегодня Ульяна Супрун ответила отказом. Пресса, впрочем, бурлит вовсю. Дескать, врачей скорой помощи заменят парамедики. Это специалисты, которые на месте оказывают экстренную доврачебную помощь и доставляют пациентов в больницу. Хотя официально новации пока не подтвердили, уж городские медики высказываются критически. По данным Минздрава, стартует пилотный проект с Одесской области. В местном центре экстренной помощи об этом, правда, пока еще ничего не слышали. Но считают, парамедики могут разве что дополнить бригады скорой, но никак не заменить их. Парамедик не может бороться гиповолимическим шоком, травматическим шоком, болевым синдромом. Для этого существуют медработники, которые принцип понимают, когда и какой вид препарата надо вести пациенту. А это Беляевка под Одессой. Здесь врачи задают прагматичный вопрос. В случае такой реформы справятся ли больницы с наплывом пациентов? Ведь парамедикам придется госпитализировать чуть ли не всех, кому они приедут на вызов. Весь этот объем больных везти в стационар, чтобы здесь врачи разбирались, надо ли их лечить дальше дома или направлять к участковому врачу, не очень рационально на данный момент. Есть еще масса нюансов, начиная с вопроса, что будет с нынешними врачами скорой и заканчивая правовыми аспектами. Кто, например, в бригаде будет нести ответственность за диагноз? Идея парамедицины, она хорошая, но у нас есть способность любую хорошую идею возвращать до такой степени, что она потом становится негативной и с негативными последствиями. В условиях войны, в условиях экономического кризиса, в условиях того, что происходит со всеобщей медициной, ничего не урегулировано. Как будет внедряться реформа? Готовы ли украинские медучреждения к ней? Откуда возьмутся новые специалисты-парамедики? И главное, есть ли средства на такие масштабные преобразования? Все эти вопросы мы адресуем к Министерству здравоохранения и надеемся получить ответы. Андрей Анастасов, Марина Коваль, Даниил Снисар. Подробности телеканал Интер. Западная модель тоже небезупречна. Медицинский скандал разразился в США. Там все больше заразившихся вирусом Зика, и медики требуют от государства все больше денег на исследования. Власти и без того выделяют миллионы, но вот куда те уходят, выяснили журналисты. Все подробности знает Дмитрий Анопченко, наш Сапкор в Вашингтоне. Лихорадка Зика. Серьезная проблема для Америки. Свыше 1600 инфицированных. Десятки случаев, когда в той же Флориде люди заболевали просто после укусов комаров, или вот накануне в Техасе погиб первый новорожденный, он был инфицирован вирусом и прожил буквально несколько часов. Ну как в такой ситуации не дашь денег медикам? Минздрав страны и пишет слезные письма в Конгресс. Срочно нужны новые транши для борьбы с вирусом. Выделенных раньше средств, мол, хватит только до сентября. Вроде бы и суммы были огромные. 374 миллиона, из которых 47 поступили в Национальному институту здоровья. Но якобы этих средств недостаточно. Конгрессмены уже были готовы раскошелиться, но тут вспыхнул скандал. Журналисты раскопали, на что чиновники от медицины до сих пор тратили деньги, которых теперь якобы не хватает. И выяснили, 50 миллионов долларов на ветер, ну один только пример, 2 миллиона долларов потратили на мотивирующие звонки дальнобойщикам. Когда водители были в дороге, их набирали и убеждали не наедаться, чтобы не толстеть. Ну или еще один суперпроект. Национальный институт здравоохранения заказал рэп-песни, агитирующие против ожирения. Незатейливый текст, простенький мотив, а потратили 2,5 миллиона долларов. А вот эта примитивная мыльная опера, сериал про ВИЧ под названием «Любовь, секс и выбор», обошлась более чем в 3 миллиона долларов. То, что в отчетах проходило под благовидным названием «Помощь беженцам», оказалось растратой полутора миллионов на проект «Агитации в мечетях о пользе физкультуры». 3,5 миллиона долларов выделили на исследование, почему лесбиянки толстые, а геи мускулистые. Ну а чашу терпения переполнила информация о выброшенных 400 тысячах долларов на суперактуальное социсследование. Как мужчины выглядят в глазах женщин, когда напьются. Ну и если это все просуммировать, как сделала американская пресса, то выходит на абсолютно бесполезные и никому не нужные проекты. Национальный институт здравоохранения уже потратил больше, чем на борьбу с вирусом ЗИКа. Конгрессмены теперь грозятся перекрыть финансирование, но как это сделать, когда в Соединенных Штатах ситуация с вирусом все серьезнее? И если напрасные расходы американцы, то есть избиратели, еще готовы понять, то отказ в новом миллионном финансировании все-таки они не поймут и не воспримут. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Полгода исполнится в этом месяце со дня авиакатастрофы в Ростове-на-Дону. Лайнер авиакомпании FlyDubai разбился при заходе на посадку. Погибли все, кто находился на борту, 62 пассажира и члены экипажа. Среди жертв 8 украинцев. Что стало причиной гибели? Что сообщили неофициальные источники и как на это реагируют официальные? Тему продолжит наш московский корреспондент Данил Русаков. О подробностях авиакатастрофы, унесшей жизнь 62-х человек, среди которых 8 украинцев сегодня поведали журналисты со ссылкой на анонимный источник, связанный с расследованием. В частности, причиной крушения самолета назван человеческий фактор. Напомним, трагедия произошла в марте 2016-го. Лайнер совершил несколько неудачных попыток приземлиться. И после очередной, как видно на кадрах камер видеонаблюдения на высокой скорости, врезался прямо во взлетно-посадочную полосу аэропорта Ростова-на-Дону. В результате не выжил никто. По словам авиадиспетчеров, они предупреждали пилотов о плохих метеоусловиях. Предлагали даже лететь в Краснодар. Однако их совету последовал только экипаж самолета Аэрофлота. По графику он должен был совершить посадку за полчаса до рокового дубайского рейса. На обнародованных кадрах видно, почти два часа самолет «Флайт Дубай» провел в зоне ожидания. Предполагается, что экипаж ждал улучшения погодных условий. Позже, как указывает источник, пилот привел штурвал в такое положение, при котором воздушное судно ушло в пике. По данным самописца, командир не отвечал на вопросы второго пилота от целесообразности таких действий. После авиакатастрофы в Ростов-на-Дону прибыли родственники погибших украинцев. По словам сотрудников консульства, остатки после такой авиакатастрофы идентифицировали с помощью специальной экспертизы. Сегодняшние сообщения официальные структуры не подтвердили и не опровергли. В Международном авиационном комитете заявили только, что не располагают информацией об ошибочных или умышленных действиях пилота дубайского рейса. Данил Рузаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканалы «Интер». Боевики снова обстреляли Марьинку, а менее часа назад снаряд РПГ попал в жилой дом. Двое детей 13 и 8 лет получили ранения. Они сейчас в больнице. На Мариупольском направлении Марьинка и Красногоровка стабильно напряженные точки. С подробностями Руслан Смещук. Поздравляем тебя! Что интересно, сейчас в полукилометре отсюда стоят две машины наблюдателя ОБСЕ. Марьинка, не обращая внимания на наблюдателей, боевики из пулеметов и гранатометов обстреливают украинских армейцев. Наши отвечают, завязывается бой. С наступлением темноты противник пускает вход калибры покрупнее. Прошлой ночью на позиции вокруг города упало более сотни снарядов. Как минимум один украинский военный получил контузию. Стреляют боевики кучно. Недавно во время очередного обстрела на этих позициях погиб солдат. На месте гибели по-братиму установили памятный знак из того, что было под рукой. А в Красногоровке досталось мирным жителям. Мины ударили по местному спортзалу и соседние улицы. Больше всего не повезло этому дому. Хотя мины в него попадают не первый раз. Как медом намазано. Сетует владевец Павел. Павел рассказал, несколько дней назад, будто почувствовал надвигающуюся беду, вывез жену и двух маленьких детей к родителям. Да и сам чуть не погиб. Подвал спустился только на третью ступеньке. Вот тут первый пролетел. Через 30 секунд второй. Через минуту третий. Павел уже застеклил окна. Семью возвращать пока боится. Скоро день независимости. И во фронтовых городах он бывает очень горячим. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. В Италии приостановлена работа отделения Приватбанка. Итальянскому филиалу латвийского Привата запрещено проводить любые операции, кроме вывода клиентами своих денег. Эти меры – результат проверок, выявивших серьезные нарушения правил, связанных с отмыванием денег. На сайте итальянского филиала Приватбанка данное ограничение назвали временным. Мы обратились в Центробанк Италии, который и распорядился остановить работу Привата. И вот, что нам рассказали там и как комментируют ситуацию эксперты. В своем официальном решении от 2 августа 2016 года Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала Приватбанк, запретив ему проводить какие-либо новые операции. Вследствие этого Приватбанк может осуществлять только операции, связанные с выводом клиентами своих средств из этого банка и переводом их в другие банки. Банк Италии принял эти меры в результате проверок, проведенных вперед с 16 марта по 16 апреля 2016 года. Были выявлены серьезные нарушения правил, связанных с борьбой против отмывания денег. Существует риск повторения подобных нарушений. Несколько дней назад подробности рассказывали о деле на 19 миллиардов гривен. Именно в такой растрате средств рефинансирования подозревает сотрудников Приватбанка Генеральная прокуратура Украины. Мы же направили запрос в НБУ с просьбой прокомментировать, продолжится ли рефинансирование Привата. И еще немного новостей из-за рубежа. Британский телеведущий Джереми Кларксон в роли спасателя и наилучший способ парализовать дорожное движение от бразильцев. Об этом и не только в нашем коротком обзоре. Бывший ведущий популярной передачи ТОПГИР Джереми Кларксон спас туристов. Шоумен отдыхал на яхте на Майорке, когда заметил группу людей на надувных лодках. Сильный ветер унес плавсредства почти на 2 километра от берега. Кларксон помог отдыхающим выбраться из воды и приютил их на своей яхте. В соцсетях сообщил, что спас двух французов и двух немцев. Пошутив, что таким образом ему удалось извиниться за Брекзит. Причем более конструктивно, чем министру иностранных дел Борису Джонсону. Американская путешественница Элисон Тилл первой в мире поплавала возле вулкана Килауэа на Гавайях. Серфингистка оседлала волну именно в том месте, где раскаленная лава попадает в океан. Вулкан Килауэа в активной фазе с 1983 года. Расплавленные горные породы начали вытекать из кратера в мае, а уже в конце июля лава прожгла себе путь к воде. Это зрелище привлекает туристов со всего мира, но так близко, как Тилл, к расплавленной минеральной массе еще никто не подбирался. Курьезная авария в городе Чарльз-Сити, штат Айова. Местный журналист Эмэли Бостер рассказала, что сошел с рельсов грузовой поезд. Причем один из вагонов врезался в бар с названием «Сошедший с рельсов». Авария произошла утром, поэтому в заведении никого не было, так что никто не пострадал. Хозяин бара сетует на ремонт, потребуется не менее 10 тысяч долларов. Участницы конкурса «Мисс Бум-Бум» парализовали движение в бразильском Сан-Паулу. Девушки в бикини продефилировали по одной из улиц мегаполиса, а потом пробежали 100-метровку. Чтобы увидеть шоу, остановились сотни авто. В городе возник многокилометровый затор. Конкурс «Мисс Бум-Бум» определяет лучшие ягодицы Бразилии. Девушки-победительницы становятся очень популярными и подписывают выгодные рекламные контракты. В американском Орландо дельфин попытался умыкнуть у посетительницы океанариума планшет. Животное выпрыгнуло из бассейна и схватило девайс, с помощью которого пытались сделать фотографии. А пешившей посетительнице пришлось поспешно вылавливать планшет из воды. Очень быстро дельфин вернул вещицу. И на этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. Ну а в эфире увидимся завтра в 20.00 на Интере. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова